так всем привет я сейчас возьму наушники это уже второй эфир который мы делаем в первом эфире мне почему-то писали что меня не слышно алё скажите пожалуйста меня слышно пожалуйста напишите если меня слышно всем привет всем привет меня слышно скажите потому что прошлое видео меня было не слышно всем привет шалом шалом всем привет итак мы сегодня ура супер мы сегодня с вами разговариваем про марк и шван про горький месяц и я расскажу начну из некоторых фактов этого месяца во-первых этот месяц это созвездие до гороскопа это созвездие гороскопа скорпион и так как скорпион изнывает от дожде так и наш так так и наш весь мир тоже просит и говорит всевышний пошли дождя и именно в месяц хэшван всевышний посылает нам дождь теперь еще есть мнение почему месяц наш с вами хэшван самый дождливый потому что когда ашэм посылал потоп помните всеверный всемирный потоп то он это сделал именно в месяце хэшван именно в месяце хэшван и начался потоп и с тех пор самые месяц самые обильные дожди идут именно в месяцах хэшван теперь мы зададим такой щепетильный вопрос, и вопрос, зачем вообще Всевышний посылает нам потопы, зачем Всевышний делает войны, зачем Всевышний, зачем, если он нас так любит, почему он делает болезни, смерти, вот эта непонятная нам тема, зачем это все, и чтобы разобраться в этой теме, мы с вами приведем такой пример, представьте себе человека, который кочевник, он только-только вышел из пустыни, и он вообще не понимает, что у нас с вами происходит, какой вообще телефон, какой интернет, он в этом всем вообще никак не понимает, и вот этот человек заходит в какую-то комнату, да, и в этой комнате люди в белых халатах, точнее для него они не люди, да, привязали человека к кровати и режут его ножом, этот человек думает, Боже, что за нелюди, а на самом деле это хирурги, да, они помогают человеку, который страдал, они наоборот делают ему хорошо, а этот человек, который из пустыни, он об этом не знает, потому что он не учил, он не понимает, он не в теме, и так мы с вами, мы не можем постичь знания и мудрость Творца, мы не в теме, мы должны учить Тору для того, чтобы понять Всевышнего, так как этот человек, кочевник из пустыни, должен учить медицину, хирургию, должен учить вообще современность, да, чтобы понять, что на самом деле люди помогают человеку, который страдал из-за этой болезни, они его лечат, они ему помогают, да, так и чтобы его понять, нужно учить Тору, нужно учиться, и только с этим знанием мы сможем понять Ашема, и тем более обвинять его, не дай бог в чем-то, мы не имеем права, пока мы не будем учиться, 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 только знания помогают нам становиться людьми и понимать Ашема, поэтому я желаю каждому из нас идти по Дерех Ашему, как сказано, по пути Всевышнему изучать и пытаться понять нашего Создателя, который во всем все нам дает, только-только из любви к нам, вот, и Баруха Шем, что площадка Вайкра нам помогает понимать Ашема, помогает понимать мудрость Торы и делиться о ней, поэтому мы не забываем делиться видео, которые мы здесь смотрим, поддерживать всех авторов и подписываться на Вайкрум, все, всем хорошего вечера, всем пока!